Всем доброе утро, друзья. Камера хоть записывает, секунду. Да, все окей, записывает. Я только что сходил на завтрак. Нормально, кстати, позавтракал, попробовал новые опции из меню. И мне, кстати, очень понравилось. Зря я не пробовал новые блюда там, а ел одно и то же. Короче, сегодня к Тане утром приехала ее сестра. Ну, у Тани есть двоюродная или троюродная сестра. Я не понимаю в этих всех определениях, родственных связей, поэтому всегда путаюсь. Родных из сестер, братьев у Тани нет. У нее есть двоюродные или троюродные братья-сестры. Ее сестра проживает в Соединенных Штатах Америки. Уже очень давно, с детства она там училась, уже гражданин. Вот она приехала в Европу к родственникам и заехала к Тане, конечно же. Ее сестра смогла привезти Тане некоторые ее вещи. Короче, там запутанная история, как эти вещи добирались. Вообще сюда. Помните, Таня когда-то в Барселоне купила такую большую сумку черную, кучи. Короче, это был мой подарок для Тани. И, блядь, только что, пока я сидел в заведении, Таня мне скидывает фотку. Я просто охуел. Таня ее практически не носила. И она всегда очень аккуратно относится к своим вещам, очень бережно. Блядь, бедный воробушек, смотрите. Выпал откуда-то. С сумкой произошло то, что она на вид, как будто, я не знаю, из бучи или сырпеня. Сырпеня. Как будто ее из-под завалов достали. Короче, пришел я домой. Таня со своей сестрой пошли гулять уже. Вот некоторые вещи, которые ее сестра привезла. Это Танин кошелек. И вот и та самая сумка. Вот, посмотрите. Как можно было вот так вот стереть. Она была полностью новая. Так, еще ко мне добрался мой жесткий диск. Ну, это флешка, так сказать. Ну, короче, жесткий диск, переносной, который подключается к компьютеру через USB. Здесь пол моей жизни. Смотрите, как я поубирал в комнате, перед тем, как сестра Тани приехала. Чтоб стыд для не было. Решил заправить кровать. Вообще, идеальная комната. Правда? Гофи, как твои дела? Он ходит к сурикатам, кстати. Любит сурикатов и ждет, когда мы его поведем. Сейчас буду подключать этот жесткий диск к компьютеру. Здесь находится много информации. Поэтому буду постить свои закрытые телеграм-каналы. То, что нельзя публиковать на ютубе, в инстаграм, я постил свои закрытые телеграм-каналы. Поэтому, кто еще там не побывал, подписывайтесь, переходите по ссылке в описании. Там будет много обновлений. А сегодня никто не работает. Не знаю. Тихо сегодня на улице. Вот, ребята, подключил винчестер. Ну, блять, флешку эту ебаную. К компьютеру. И первое, что я нахожу здесь, это фотки, как Таня в магазине как раз выбирает себе новую сумку. Вот, видите, она думала белую, либо черную брать. Все-таки взяла черную. Ну, блять, это смешно, что именно эта фотография сейчас первая у меня высветилась. Вот, выпью за вас сразу же. Мне подали огромное пиво. Но я такое и просил. Я перестал заказывать маленькое пиво, потому что я потом все время прошу добавки. Поэтому я уже не допускаю таких ошибок. Всегда прошу большой, и пускай оно меня не смущает, то, что стакан огромен. Что еще хотел сказать? А, я ожидаю свой обед, правда, я вышел довольно-таки поздно. Можно это уже назвать ужином. И заказал себе бургер с лососем. Хотел поесть тут и баклажан, тут был меню. Но сказали, что сейчас меню для террасы отличается. Нужно приходить совсем вечером, чтобы мне подали баклажан. Поэтому буду удовольствоваться бургером. А Таня сейчас гуляет со своей сестрой. И они пошли куда-то гулять, на шопинг, по торговым центрам. А мое заведение находится на такой вот площади. Сейчас минимум людей в заведении, потому что в такое время никто не ест. Только выпивает. Европейцы едят по часам. Только что смотрел влог папы, как он собственноручно чинил Лексус. И заменял те детали, которые меняют обычно только на СТО. И меня удивляет, вообще как у него получается его чинить. Потому что он делает очень сложный ремонт. Без каких-либо инструментов. Просто читает форумы, ищет информацию в интернете. И у него получается. Сегодня он поменял пневмостойку, амортизатор. И заказал его, и полностью его заменил. Также починил радиатор. Ну, короче, удивительно. Что-то смущает, как выглядит мой обед. Какую-то хуйню я заказал, если честно. Чипсы, блядь, какого-то хуя. И бургер непонятный. Я в это заведение уже приходил раньше, и все тут было вкусно. Но сейчас, блядь, меня вот такая еда очень смущает. И как-то есть ее не сильно хочется, если честно. Но, блядь, я хотел нормальной еды поесть. Что вы мне принесли? Ну, типа, бургер норм, вкусный, и рыба норм. Но вот эти чипсы, пиздец, меня огорчили. Лучше бы я уже пасту заказал. Там была у меню. Короче, съем бургер, и пойду кататься, поем еще в другом месте. Ну, короче, я понял концепт. Просто между обедами и ужинами у них такие вот закуски, якобы. Снеки. Подают снеки на террасу. Нормальную еду они не готовят в это время. Но бургер, честно говорю, что вкусный. Хотя на вид он кажется так себе, но вкусно. С пивом вообще. Залетает на ура. Пообедал я, но, честно признаюсь, я ни хрена не наелся. Чипсы я потом все-таки начал есть, потому что ты сидишь, пиво попиваешь и, типа, берешь мимовольно эти чипсы. А что это здесь происходит? Хотя в Европе митинги – это постоянная практика. Европейцы очень любят устраивать митинги, бороться за свои права и интересоваться политикой. Ну, мы пойдем дальше. Проект Help. Видите? Мне выдала девушка. Знать бы, что это обозначает. Сентебро Амарелло. Что такое Амарелло, блядь? Желтый. Амарелло – это желтый, блядь? Я что, португальский язык знаю? Так, это экскурсия, а это не знаю. А, да, смотрите, желтые шарики, блядь. Что обозначает сентябрьский желтый цвет? Короче, напишите. Вот ребята раздают шары везде, повсюду. Пиздец себя охуенно почувствовал, когда смог перевести, что тут написано. Я откуда-то достал, блядь, из закоулка в своей памяти, что Амарелло – это желтый цвет. Я не знаю, откуда мой мозг запомнил это слово. Вроде бы, вроде бы на Мадере Бернадет, владелица дома, в котором мы жили, говорила, что Амарелло – это желтый цвет, когда показывала на Маракую. Говорит, вот, это Маракуя желтого цвета, Амарелло. И я вот запомнил. Здесь сцена какая-то на площади стоит. Много стульчиков поставили. Ну, а я иду куда-то подальше, где меньше людей. Что мы живем в центре, меня порядком напрягает. И я все равно каждый день пытаюсь уезжать подальше. В чем тогда смысл житья в центре, я не знаю. Если все время у тебя рвение куда-то за город. А когда живешь за городом, то наоборот, блядь. Как приятно сейчас солнышко пригревает. Блядь, иду, сам себя развлекаю. Я хочу еще есть, блядь. Я не наелся. Вот тут битбоксить начал. Сука. Битбоксер года. А здесь любят предлагать купить траву, кокаин и все на свете. Это, кстати, вокзал. В центре города тебе везде будут предлагать покурить или купить порошок. Тем более, это наполовину легализировано. То есть, тут вообще никто не стесняется, курит марихуану и вообще не парится. Какой броменс, смотрите. О, как хорошо. Кататься на одном самокате. Не получилось. Ох, как жаль. Один ей, второй догоняет. Это как в детстве. У одного есть человека во дворе велика, а все другие за ним бегают просто. На меня смотрят, что я людей снимаю, блядь. И возмущенные взгляды на меня бросают. Типа, какого фуя ты вторгаешься в личное пространство людей. Я как быдло какое-то хожу и людей снимаю и обсуждаю их. Человек, который, знаете, за толерантность и при этом, блядь, сука, снимает других людей и обсуждает их. Я конченный, противоречивый человек. С двойными стандартами. Короче, мне, блядь, так лень куда-то вообще идти. Меня так бесит этот центр города и толпу людей сейчас развернусь, пойду домой. Мы на вокзале, кстати. Этот вокзал красивый, я вам уже его показывал. Вот. Смотрите, как красиво на вокзале. Взять бы и уехать куда-то сейчас. Меня всегда манит идея куда-то взять и уехать. Похуй куда. Мне нравится сам процесс, куда-то уезжать. Нахуй я сюда зашел. И что? Можно кинуть 1 евро. И что мы получим? Просто кинем евро? Активейшн. А, он типа заработает. Я понял. Активировать, блядь, его колеса можно за 1 евро. Так я могу, блядь, на настоящий паровоз посмотреть. Экскурсии здесь. О, самокат стоит. Может, на нем смогу поехать, если он не заблокирован. Получилось у меня, блядь, разблокировать этот самокат. У меня, оказывается, долг еще висел в приложении 34 евро. Это за вчерашний день. Я накатал 34 евро, вдумайтесь. Блядь, целый день катался. Нужно было оплатить сначала долг, а потом брать новый. Ребята, я вспомнил, что Таня вчера приготовила вафельный торт со сгущенкой. Я не любитель сладкого, но вафельный торт мне нравится. Поэтому, возможно, стоит просто поехать домой, да и все. Выпить текилы. Может, сестра Таня захочет выпить текилы. Хотя все же такие скромные, блядь. Начнет стесняться еще, если я предложу. Ну, я попробую. Короче, поехал я, наверное, домой. Сегодня не в кайф. Поехали. Люди так разбегаются вечно. Не знают, куда свернуть, блядь. Это так раздражает, сука, что ты не можешь не объехать ничего. Они якобы пытаются тебе уступить дорогу, но, блядь, дергаются взад-вперед и делают только хуже. Ты либо на месте стой, либо, блядь, и пройди уже побыстрее. Нет, оно дергается, стоит. Но я же езжу еще, блядь, по тротуарам. Здесь же это запрещено. Надо только по дорогам ездить. Мне одновременно вроде бы и нравятся европейцы, но в то же время, блядь, бесит их примитивность, сука. Им, если что-то запрограммируешь, какие-то правила, они не могут, сука, сделать ни шаг вправо, ни влево. Они будут четко все делать по инструкции. Он не может, блядь, никак ни симпровизировать, ни улучшить, ничего. Блядь, четко надо все делать по инструкции, блядь. Еду по широчайшему проспекту, блядь. Это да, это был тротуар. Но он был, сука, широкий. Там не было людей даже. То есть я еду, блядь, потому что там дорога была хуевая, из брусчатки. А тротуар был широкий и с бетоном. И, блядь, стоят туристы. Туристы, человек 6, может, 7. И, блядь, увидели самокат, сука, за 30 метров я еду. Не быстро, километров 10-12. Они видят самокат, сука. Отпрыгивают, блядь, не знают, куда деваться, сука. Широчайший, сука, проспект, тротуар, ну, тупо, блядь, шире, чем вот это, в три раза где-то. Ну, в два точно. И, блядь, видят, самокат едет. Что делает, сука? Вот так. Be careful, be careful, блядь. Attention. Всем орёт, блядь. Какой-то дед, блядь, начал прыгать со стороны в стоп. Внимание, внимание, отпрыгните, самокат едет. Посмотрите, самокат, сука. Сейчас, сука, задавит. Блядь, мой самокат не шире, чем я, блядь. Он реально ширину такой, как человек. Я могу притормозить и просто ехать со скоростью ходьбы. Я, блядь, никому не мешаю, сука. Я торможу заранее, за 10 метров от них. Еду со скоростью, блядь, ходьбы. Просто, блядь. Я, как обычный человек, передвигаюсь, просто стою на самокате. Он не широкий, блядь. Он не шире, чем мои плечи, блядь. И они, сука, отпрыгивают, блядь. Вот так, не знают, куда деться. Блядь, перепуганные, сука. Самокат заехал на тротуар. И такая женщина, блядь, именно видно, что это поводырь всех этих туристов, которые, знаете, с палкой вот это, с флажком, такая, блядь, специально громко проговаривают. It's not to be here. It's not to be, блядь, here. Специально, типа, знаете, чтобы меня, типа, как это слово, пристыдить, вот. Чтобы я пристыдился, что я еду по тротуару. А то же места не хватило. Широченный тротуар, они начинают, блядь, с одного конца бегать в другой, потому что, сука, самокат едет. Как будто Боинг на посадку идет. It's not to be here. Европейцы не умеют, блядь, сделать ни шаг вправо, ни шаг влево. Все должно быть по правилам. Это кумарит, потому что они реально как роботы. А еще они не умеют ходить. Ну, типа, ты привык, что идешь по улице, тебя там уступают как-то дорогу, отходят там, знаешь. А если европеец встанет посреди дороги, будет видеть, что ты идешь как-то, и места нет, он, сука, с места не сдвинется, вообще ни на миллиметр. В смысле? Я где хочу, там и стою. Даже если нет прохода, они, сука, становятся, просто пиздят о чем-то. Просто, знаете, узенькая будет улочка, и парочка просто может встать посреди этой улочки узенькой в метр и начать целоваться или о чем-то общаться. Будет миллион людей стоять в очереди, чтобы пройти просто по улице, они, сука, с места не сдвинутся. В смысле? Это такая же ваша улица, как и моя, где хочу, там и стою. И никто, сука, претензий никакой не скажет. И еще они так, блядь, как-то медленно ходят, они боятся. В смысле? Ты им навстречу идешь, они, блядь, не знают, куда, вот так. Сука, ты отойди либо вправо, либо влево, либо просто плечи подвинь свои. Это, я уже привык к этому. Я, блядь, много по Европе путешествовал, уже, блядь, привык, что люди в Европе не умеют, сука, ходить по улицам. Они, блядь, не знают, куда, блядь, перебежать. Вот если у тебя хоть чуть-чуть темп движения быстрее, чем у них, все, они, сука, боятся. Они не знают, куда идти в сторону. Ты, сука, не можешь их обойти никогда. Они как-то идут, блядь, занимают всю ширину дороги. Вам кажется, что, может, я говорю полный пиздец, полный бред, на что я вообще обращаю внимание? Но я вам серьезно говорю, это ужасно бесит. Европейцы не умеют ходить. Они не умеют пропустить, не умеют, блядь, отодвинуться, блядь. Они не знают, что делать, и с ним человек идет навстречу. Они тупо, блядь, все, у них ступор в голове. Что делать? Человек идет навстречу, куда деваться? Короче, я высказался спасибо, что послушали, пожаловался, а мне нечего жаловаться. У меня все заебись. Просто, блядь, удивительная особенность европейцев, что они вот так в развалочку ходят. И боятся, блядь, самокатов. Вот как нужно ездить, видите? По дорогам, блядь. Вот так, блядь. Хотя по дорогам они нихуя ж не умеют ездить. Это очень опасно. Потому что я вижу, как некоторые туристы берут эти самокаты, как они зажимают тормоз и не отпускают его, как они, блядь, на бровку заезжают. Это пиздец. Куда им на дорогу выезжать? Как некоторые девушки, я вижу, едут по дороге, где очень много машин, а они даже не понимают, где тормоз. Я понимаю, что человек с менталитетом украинца или русского сложно ему это все дается для восприятия, но европейцы очень послушные, блядь. Если нарисована будет линия, за которую нельзя заходить, сука, они будут бояться на нее наступать. Они не умеют импровизировать, они четко придерживаются правил. И если видят, что кто-то, блядь, как-то обходит, блядь, и не придерживаться этих правил, это пиздец возбущает, они нас смотрят на это, как будто пиздец, что-то такое делаешь, как будто, я не знаю, человека убиваешь. Поэтому, мне кажется, все-таки наши люди склонны к какому-то творческому мышлению, к импровизации. Больше рамок дозволенного в сознании. Европейцам эти правила и помогают стабильно жить. Понимаете, в чем разница? Здесь не нарушают, все живут по правилам. Они стабильно могут купить йогурт за 40 центов в течение 50 лет. Здесь очень не любят самодеятельность, хотя самовыражаться в плане того, как ты выглядишь, в плане, кого ты хочешь любить, с кем жениться, встречаться. Тут это есть. То есть, ты можешь как угодно выглядеть, с кем угодно встречаться, парень, девушка, там две девушки, два парня. Свобода слова действует. У тебя может быть право на собственное мнение, и это ценится здесь. У тебя могут быть и другие политические взгляды. Но все равно, если действуют на данный момент такие законы, ты должен их придерживаться. У тебя могут быть другие убеждения, но, типа, ты должен быть законопослушным. Короче, оставил я самокат. Лавандария, видите? прачечная. Очередная. Их тут много, кстати. Опять самокат. Начал выебываться, что я не мог его оставить на парковочном месте. Попросил меня поехать на другую парковку, которая гораздо дальше. Но хорошо, что хотя бы там я смог оставить. Здесь у меня сегодня все. Перехожу, блядь, дорогу на красный свет. Я иду, и все еще продолжаю думать на тот счет. Насчет всех этих правил, как люди здесь живут. Коноплей завоняло. В таких переулках особенно. Идешь, именно такой шмон стоит. Я подумал о том, что в обществе, в котором все придерживаются правил, так или иначе, все-таки ты себя будешь чувствовать защищенней, возможно, и, может быть, в чем-то уверен. Потому что ты знаешь, что все придерживаются этих правил, и их стараются не нарушать. А вот там, где их не придерживаются, ты не знаешь, чего ожидать, блядь. С одной стороны, вроде как и хорошо, а с другой стороны, ну, нельзя же быть роботом с прошивкой. Просто у них это как-то из детства заложено, что нужно слушаться. И вот нужно быть законопослушными, блядь, не шаг вправо, не шаг влево. А как же будет какое-то критическое мышление, или как можно что-то новое изобрести. Но, тем не менее, здесь можно митинговать и отстаивать свою точку зрения. Но пока твоя точка зрения и твои желания не внесены в список дозволенного, ты должен придерживаться тому, что сейчас актуально. Все, ребята, я дома, и, кстати, ситуация с этой сумкой прояснилась. Провели расследование и, оказывается, блядь, эту сумку повредил перевозчик. Эта сумка находилась в чехле, потом еще в одной сумке и в чемодане. И чемодан был сдан в багаж. Вот в этом чехле сумка находилась. И мы уже потом увидели, смотрите, что чехол также протерт. И оказывается, что и чемодан протерся. Вдумайтесь, где чемодан мог застрять, на какой ленте, в багаже, там, на сортировочном каком-то ангаре, где багаж ваш сортируется по самолету, именно Танин чемодан застрял где-то. Именно трение пришлось, блядь, на край Таниной сумки. Вдумайтесь, как ей повезло, что именно этот чемодан застрял. Могло протереться что угодно. Вдумайтесь, там была не только сумка, там были крема, там были кроссовки, то есть, могли протереться кроссовки, к примеру, но нет же, блядь, протерлась именно самая дорогая вещь в чемодане. Поэтому ценные вещи всегда берите вручную кладь с собой, и это же ничего не докажешь, потому что дорогие вещи нужно по правилам декларировать, если вы их не задекларировали, то никто вам ничего не компенсирует. Ну, слава богу, что это при транспортировке, а не кто-то испортил. Продолжение следует...